Приветствую вас! Мне бы хотелось сказать вам о том, что для борьбы за страхом нужно перестать с ним бороться. То есть быстро и эффективно избавиться от этой услуги у вас получится только при том условии, что вы сами будете все это делать. Вы сами будете работать. Вы сами будете, как бы, стараться. И для этого, для того, чтобы стараться, нужно использовать некоторые возможности. Нужно использовать некоторые способы, которые помогут вам справиться с этим негативным моментом. Во-первых, к тому, что вам уже дополнили, к тому, что вам уже сказали эксперту, я бы хотел добавить, что вам необходимо постоянно спрашивать себя, задавать себе вопрос о том, чем могут навредить вам эти самые кошки. То есть спросите себя, чем они могут вам навредить, чем они могут вас как-то задеть, обидеть, унизить и так далее. Что они могут делать? Что они могут сделать для плохого? Вот это первое, что вам нужно делать. Постоянно задавайте себе этот вопрос. Вопрос о том, что дурного случится, если я там подойду, например, к той же кошке. То есть что произойдет. Вот. Дальше. Это первый момент. Второй момент. Вам необходимо определить для себя такую позицию по отношению к кошке. Ага. Такую позицию по отношению к этому существу, когда вы не испытывали бы страха. Когда вам не было бы страха, когда вы не чувствовали бы дискомфорта. То есть, по сути, вам нужно выбрать такую позицию, которая бы помогла вам быть спокойной. Ну, совершенно, знаете как, находиться в зоне комфорта, в общем, грубо говоря. А если вы сможете это сделать, то вы почувствуете, что при приближении к кошке, например, у вас начинается тревожное состояние. Это тревожное состояние как раз и является тем промежуточным чувством, тем промежуточным ощущением, которое вам необходимо уметь ощущать, учиться ощущать, приобретать навык в ощущении этого. И учиться не пытаться, как бы, избежать этого состояния. То есть, понять, что страшного в этом состоянии нет ничего абсолютно, оно нормально. И со временем, когда вы научитесь вот как раз действовать таким образом, со временем, когда вы будете испытывать вот это вот промежуточное состояние, то есть не страх, как таковой у вас будет, а именно вот такое промежуточное состояние. Вы будете к нему привыкать к этому состоянию. И привыкая к нему, вы, конечно же, постепенно перестанете бояться. То, что раньше вас пугало, теперь уже не будет этого делать. Теперь уже не будет вызывать такой серьезный страх, такой сильный страх. И вот как раз в этом направлении вам и нужно двигаться, чтобы избавиться от своего страха. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, пишите мне в личку, помогу вам. Этим с фобиями можно работать. Но, как правильно сказала коллега, с различными стимулами и способами. А этот процесс все-таки длительный. То есть нельзя ничего в психике поменять быстро. Нельзя ничего в психике поменять стремительно. Это опасно для психики, дальше я вам так скажу. Это опасно для психики. Поэтому вот, а так можно вам помочь. На этом все. Надеюсь, что вам было полезно мое аудио. Если у вас остались вопросы, запишите в личку, помогу вам. Перед тем, как закончить, хотелось бы еще сказать вам следующее. Что отдельная консультация, отдельный диалог нужно посетить тому, что произошло с вами в детстве. Вы пишите, что в 10 лет вы начали бояться кожи. В 10 лет это возраст достаточно большой. То есть я имею ввиду, что вы уже достаточно хорошо себя осознавали. Я имею ввиду, что вы уже достаточно хорошо понимали, кто вы, что вы делаете, как вы делаете и так далее. Это значит, что вы можете отрефлексировать и отинтроспектировать то, что с вами произошло. По какой-то причине ваш страх не был выражен. По какой-то причине ваш страх остался внутри вас и не был пережит. И это комплекс. Это ядерный комплекс. Когда вы встречаете какое-то событие, которое ранее вызывало у вас страх. До тогда это было реально. А сейчас, когда вы встречаете такое же событие, оно уже в вашем воображении, в вашем сознании влечет те же самые последствия, что и тогда. Но это только в вашем сознании, потому что есть причинно-следственные связи, которые, возможно, вы даже не осознаете. То есть почему, например. Когда вы видите кошку, почему вы боитесь? Чего вы опасаетесь? Какого расклада вы опасаетесь? Представьте себе, что это уже произошло. То есть уже произошло то, что вы в опасности, что вам нужно будет делать. Приготовьте в себя воображение и к тому, что вы будете делать, когда, если то, чего вы боитесь, случится. И имея четкий-четкий план поведения в определенной ситуации, вы уже будете бояться гораздо меньше. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok